Депутаты Госсовета Коми проверили ход строительства санатория Серегова. Парламентарии сначала осмотрели несколько объектов будущего комплекса, а потом провели большое совещание совместно с подрядчиком, чиновниками ответственных министерств и активистами Серегова. Кстати, впервые заседание удалось провести непосредственно в санатории, точнее в местном пожарном депо. Татьяна Выборова о стройке века. Санаторий в Серегово сегодня самая крупная стройплощадка в Коми. Проект называют уникальным и строители, и проектировщики, и медики. У депутатов к возведению оздоровительного комплекса свой интерес. По-моему, три или четыре года мы выделяем средства, начали опять выделять средства, чтобы закончить этот объект. И ежегодно мы выделяем из республиканского бюджета миллиард рублей практически, даже чуть больше. Поэтому, естественно, у депутатов есть интерес, с учетом того, что у нас дефицит бюджета имеется, куда тратятся такие большие средства. Строительство санатория началось в далеком 86-м году. В начале 2000-х была еще одна безуспешная попытка завершить объект. И только в 2011-м дело реально сдвинулось с места. За эти три года сменился не один министр архитектуры, а проект санатория претерпел глобальные изменения. По прежним документам в год здесь планировали принимать 500 человек. Теперь, по новым требованиям к комфорту пациентов, только 412. Средняя степень готовности санатория сегодня 65%. При этом некоторые объекты завершены практически полностью. Это жилой дом для персонала, сейчас там живут строители, газовая котельная, гаражи, склад, спальный корпус для пациентов и даже пожарное депо. Сегодня специалисты Минархстроя и подрядчики заявили, санаторий в Серегово сдадут в третьем квартале 2015 года. Бюджетных денег вполне достаточно, торги идут вовремя. Уже в апреле на территории начнут копать котлован под строительство бассейна. К концу года уникальное здание возведут полностью. Зеркало бассейна, которое будет находиться, имеет площадь 459 квадратных метров. Оно очень большое. Бассейн состоит из трех ванн. Две ванны, которые подразумевают наличие всех водных процедур, предусмотренных к аквапарку. Вообще чашка бассейна один к одному слизана с того аквапарка, который построили в городе Орле. В планах на этот год и грязи хранилища вместимостью в 600 тонн, и наружные сети. Сроки установлены жесткие. Минздрав с Минархстроем обещают пристально следить за процессом. Затягивание сроков нет в интересах ни подрядчика, ни министерств. Никто от этого не получает дополнительную зарплату, бонусов и премий. А подрядчик, как вы слышали сегодня, несет только убытки от этого. Потому что содержание этого объекта каждый день, каждый месяц забирает достаточно приличный объем денежных средств. Поэтому, наверное, подрядчик хочет достроить и уйти уже отсюда. И министерство отчитаться, и одно, и другое. Поэтому, что еще, стоять над душой и смотреть, как строитель забивает гвоздь или винчивает шуруп, наверное, смысла никакого нет. Но, безусловно, такие мероприятия мы ежегодно будем проводить. Чиновники уже подыскивают кадры для нового санатория. Известно, что потребуется 400 специалистов. Около 100 человек перейдут из старого здания Сереговской здравницы. Кроме того, в адрес Минздрава уже поступили первые 25 резюме от потенциальных сотрудников. Еще 59 медиков устно высказали готовность трудиться в Серегово. Татьяна Выборова, Олег Костромин. Телеканал Юрген, Книжпогостский район.